В поликлинике больницы имени профессора Война Ясенецкого долгожданное событие. Открытие лифта. Пациенты ждали его много лет. Подниматься наверх людям с тяжелыми травмами и пожилым было крайне сложно. В основном пациенты у нас приходят здесь по привычке и берутся за поручни и потихонечку начинают подниматься вверх. Когда узнали, что это будет чудесное такое средство перемещения в пространстве, то они, конечно же, были весьма довольны. Давайте я вас провожу. Пойдемте. Жительнице северного микрорайона Вере Чечелевой нужно к терапевту. Его кабинет на третьем, последнем этаже. Обычно добраться до него для пенсионерки отдельное испытание. Но теперь это, наконец, в прошлом. Я сегодня уже и на третьей, и на второй еле иду. Теперь на лифте. Да, сейчас теперь на лифте. Это прекрасно. Я этого и ждала, потому что я такой этот самый клиент, что часто посещаю больницу. Ежедневно в поликлинику приходит более двух тысяч человек. Много пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями. Диагностические и лечебные отделения разбросаны по всем этажам. На третьем, например, расположен рентген-кабинет. Подняться туда, допустим, с переломом ноги было проблематично. Долгое время решали эту проблему буквально вручную. Нам организационно приходилось выделять даже людей для того, чтобы, например, людей с колясками поднимать на верхние этажи. Помогать, скажем так, малоподвижным людям с преклонном возрасте подниматься на эти этажи, сопровождать их. В поликлинике больше 50 лет лифта в нем никогда не было. В прошлом году по программе модернизации первичного звена его решено было установить. Для этого к зданию пристроили шахту и утеплили ее. Самая большая сложность – подключить лифт. Дополнительная энергонагрузка не была предусмотрена изначальным проектом здания. Плюс перепланировка. Но это того стоило. Он сам по себе уникален. Технологические решения, которые здесь были реализованы, пока нигде не были применены. По сути, у нас больница Война-Исенецкая явилась пионером, прототипом дальнейшего размещения лифта в других учреждениях. Пристройка лифта обошлась в 30 миллионов рублей. Это средства краевого и федерального бюджетов. Теперь при необходимости лифтом оснастят и другие поликлиники Хабаровского края. Первая на очереди – центральная больница Комсомольска на Амуре. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отметили 8 октября. В Хабаровском крае лучшие сотрудники отрасли получили грамоты и благодарности от губернатора. В числе награжденных – агро- и зоотехники, водители, операторы, кондитеры. Экономика наша находится сейчас в росте и существенный вклад оказывают сельхозтоваропроизводители и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Так держать мы вас во всем поддержим. Спасибо вам за труд. Агропромышленный комплекс региона – это различные сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, подворья, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли занято более 8 тысяч человек. Среди них есть и ветераны, чей стаж превышает 40 лет. Одна из них – сотрудница Хабаровского масложиркомбината Галина Болтоносова. На предприятии она работает уже 50 лет. В 1973 году переехала в Хабаровск из Казани. Начинала в маргариновом цехе, позже стала начальником смены, а затем выросла до руководителя. Потом Галину Болтоносову перевели на производство соусов, где она и осталась до сих пор. Свой майонез она считает самым вкусным в стране. Я нигде такого майонеза не видела. А насколько я знаю, все люди, кто едет к своим родственникам на Запад, да и я тоже брала немножко своим. Лучше нашего майонеза. Даже вот посторонние люди говорят, никто нигде не кушал. Рецепт майонеза почти не изменился с начала 70-х годов. Галина Болтоносова отвечает не только за вкус и качество, но и за дисциплину и порядок в своем цеху. Утверждает, что самый вкусный майонез получается, когда в процессе его приготовления задействованы люди, а не только оборудование. Вот так пробуем. Очень вкусно. В день цех выпускает около 13 тонн майонеза, а в месяц 220. Больше всего производят в декабре, перед праздниками. На новогоднем столе даже у сторонников здорового питания непременно появляются оливье и селедка под шубой. А они без знаменитого соуса совсем не те. Несмотря на большой стаж и солидный возраст, Галина Болтоносова пока не планирует уходить с работы. Говорит, жизнь без майонеза слишком пресная. Дом-интернат для престарелых и инвалидов номер один открылся в Хабаровске 45 лет назад. Эту дату в учреждении торжественно отпраздновали, а заодно и отметили 100-летний юбилей одной из постоялец. У вас юбилей просто самый прекрасный. Выглядите замечательно в этот 100-летний юбилей. Поздравляют Веру Малету с днем рождения сотрудники дома-интерната и представители Министерства социальной защиты края. Юбиляр отметила, что для нее в этот день важнее не цветы и подарки, а внимание. 100 лет. 100 лет. Немало. Немало. У нас 100-летних не так... Погол быть дождеви. Слово 8. Вера Леонтьевна родилась в Забайкальском крае. В 19 лет переехала в Хабаровск. Это был 42-й год. Служила в Амурской военной флотилии, а после окончания Великой Отечественной войны вернулась на родину. Там у нее появилась семья, до пенсии работала библиотекарем. 5 лет назад, когда начались проблемы со здоровьем, переехала к дочери в Хабаровск. По собственному желанию поселилась в доме-интернате, где созданы хорошие условия для ветеранов войны и труда. Пожилые люди под постоянным медицинским контролем, а родственники могут приходить в любое время. Какой уход здесь, и как люди обращаются, и он какой зал актовый, и художественная самодетельность. Здесь и спортом они занимаются. Вообще молодцы, конечно. И волонтеры ходят, и возят на прогулку всех. В Хабаровском крае таких долгожителей, как Вера Леонтьевна, немного. Столетний рубеж пережагнули 30 жителей. В интернаты и дома ветеранов, по словам представителей соцзащиты, готовы переехать не все пожилые люди. Проживание дома всегда – это больше плюсов, чем минусов, потому что привычная обстановка для человека пожилого. И если его переместить, скажем так, в учреждение, даже очень хорошее учреждение, это все равно для него стресс. И мы стараемся это делать в крайних случаях. Всего в Хабаровском крае 15 интернатов для ветеранов и инвалидов. В них живут более 3,5 тысяч человек. Дом-интернат номер один – самое большое специализированное социальное учреждение в крае. В нем проживает более 500 постояльцев. В октябре люди серебряного возраста отмечают День пожилого человека. Этот праздник международный, был установлен в 1990 году. И с тех пор 1 октября во многих странах мира для представителей старшего поколения устраивают концерты и фестивали, благотворительные выставки, спектакли, спортивные соревнования, различные конкурсы и вечера отдыха. В Хабаровском крае жителей серебряного возраста поздравили в Хабаровском театре музыкальной комедии. Главные гости – те, кто не понаслышке знают, что такое активное долголетие. После выхода на пенсию они не закрылись дома, а продолжают участвовать в жизни края и города. Занимаюсь компьютером, газеты там разношу в самом пансионате. Ну, как говорится, веду образ жизни. Чтобы скучно не было, я всем этим делом занимаюсь. В числе приглашенных – педагог Елизавета Бильды. На праздник приехала из Амурска, где больше 12 лет занимается волонтерством. Вместе с учениками сначала помогала приюту для животных, потом собрала волонтерский отряд. Теперь на общественных началах курирует целое движение в Амурском районе и носит почетное звание «Серебряный волонтер». Мы должны на деле показывать пример, как помогать людям, как быть добрыми и как творить добро. А если мы будем только говорить, а это не подкреплять своими поступками, действиями, грош нам цена педагогам. В Хабаровском крае проживает более 300 тысяч людей серебряного возраста. Многие из них участвуют в концертах, занимаются в центрах по работе с населением. Самых активных наградили почетными грамотами. Имейте слова признательности за вашу добро, за ваше милосердие, за вашу такую чуткость и всегда поддержку, такую постоянную поддержку, которую вы оказываете. Оказывайте своим друзьям, одинокому другу, родителям, которым дети бегают беспризорными во дворе, пока они находятся на работе. С 2016 года в стране реализуется программа «Активное долголетие». Она дала дополнительную возможность людям пожилого возраста вести активный образ жизни, даже после выхода на пенсию. Для пожилых людей организованы сотни кружков по интересам. В конце года в Хабаровске откроется центр активного долголетия. Сегодня мы в центре города уже делаем ремонт и скоро откроем. У нас будет центр активного долголетия, где все пожилые граждане смогут прийти и заняться спортом, заняться чтением, просто каким-то художественным творчеством именно в учреждении нашем, которое будет на это полностью направлено. К празднику людей серебряного возраста также подготовили фотовыставку. Ее открытие состоялось во время награждения активистов. 36 фоторабот разместят в новом центре, открытие которого запланирован на декабрь. Найти занятия по душе в Хабаровском крае может каждый житель серебряного возраста. Активно вовлекают пенсионеров и в спорт. Одно из самых популярных направлений – скандинавская ходьба. В октябре впервые после пандемии в Хабаровске организовали международный фестиваль «Тропа дружбы». Одна из самых опытных участниц фестиваля – Елена Клинникова. Скандинавской ходьбой занимается уже 7 лет. Начала, чтобы поддерживать активный образ жизни и, как говорится, затянула. Занимается группа людей, меня заинтересовало. Я подошла, спросила, они сказали, приходите. Пришла, купила палки и стала заниматься. Во-первых, есть повод выйти прогуляться. Взял палки и пошел. Просто так в другой раз не пойдешь. А вот с палками уже повод. Летом в Жаухе впервые после пандемии прошел российско-китайский фестиваль скандинавской или, как ее еще называют, северной ходьбы. 35-километровый маршрут был проложен через гору Даденцы. Участники преодолели около 3000 ступеней. Тогда мероприятие собрало 400 любителей этого вида ходьбы. Фестиваль в Хабаровске предполагался как ответный ход с российской стороны. Ждали большую делегацию из КНР. Но из-за проблем с визами их визит не состоялся. Тем не менее, мероприятие отменять не стали. Все уже настроились на состязание. Среди спортсменов как опытные скандиходы, так и новички. Для них перед стартом провели мастер-класс и помогали им по ходу всего маршрута. Всего фестиваль собрал более 70 человек. Участники получат, во-первых, общение, а во-вторых, при общении к активности. И, я думаю, устанавливаются дружеские отношения между нашими странами. Маршрут проходил в районе Воронеж-1 через осенний лес. Ведь главное требование к нему – это живописность. Поэтому по тропе дружбы шли не спеша, делая фотографии красивых видов на память. Солнце, небо голубое, хорошая осенняя природа. Прям замечательно. Нагрузка физическая – это главное. Международный фестиваль скандинавской ходьбы проходит в Хабаровске с 2016 года. Следующий на российской стороне планируется провести уже этой весной. Конкурс красоты и творчества для хабаровских пенсионерок провели в Центре по работе с населением «Доверие». Заявить о себе и своих способностях решили самые активные пенсионерки. Они боролись за титул леди серебряного возраста. За кулисе напоминает международный смотр красоты. Дамы прихорашиваются, поправляют прическу и макияж. Только атмосфера здесь, говорят, более дружелюбная. Соперницы друг другу козни не строят, а наоборот помогают. Я пою песню, стою на полушалочке. Обыскалась дома полушалочек и не нашла. Звоню вот девчонкам здесь, говорят, да, конечно, мы тебе дадим. Приходи у нас их сколько угодно. Вот, достали мне полушалочек. Выступать первой по жребию выпала Елене Подбегалиной. Хабаровчанке 58 лет. 35 из них женщина работала на железной дороге. А после выхода на пенсию обнаружила у себя много талантов. Теперь играет в шахматы, читает стихи, поет и танцует. Свои умения решила показать зрителям и жюри. Желание фитнесом заниматься, скандинавской ходьбой, шахматами, английским языком. И сразу все захотелось. И сразу. Все. Везде хожу. И во все центры. И на дискотеке. В этом году в конкурсе участвуют 13 леди. Они подготовили выступление-визитку, соревновались в интеллектуальном баттле, представили творческий номер и продефилировали в роскошных платьях. Кто-то в своих номерах задействовал друзей и родственников, а некоторые расположения жюри хотели получить через вкусные подношения или группу поддержки в зале. Самыми беспристрастными судьями оказались зрители в зале. Большинство из них понимают преимущества своего возраста. Какая должна быть леди серебряного возраста? Ну, у меня леди есть. Ну ладно, ты в общем, в общем. В общем-то у меня тоже есть, но тогда, значит, ну не при жене говорить. Побаивай. Конкурс леди серебряного возраста прошел в Хабаровске в пятый раз. Титул забрала конкурсантка под номером 13 Валентина Бозина. Корону участница заслужила за свое жизнелюбие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова